Верните это потребителю, он это первый нашел. Вызывай ментов. Я такое не слышу. Пятый раз прихожу на кассу, товар, который я взял с полки, мне отказываются пробивать. Что за хрень происходит? Я уже его начинаю лизать, ничему не надо. Будешь сам потом долизывать? Ну потом долижешь, я тебе оставлю. Стоим в очереди на кассе, показываем деньги, мы готовы купить. Нам отказывают купить, мы начали надрывать упаковки, естественно, для того, чтобы все-таки они продали. Посмотр не можете сделать? То есть вы отказываетесь отформлять, да? Я вам буду не отказывать. Вы не поедете? Это так, что все. То есть вы не будете оформлять анализ? Эти товары необходимо описать. Если вы это отказываете сейчас делать, ну мы этого не делаем, в принципе, можете уже начинать принимать заявление на себя сами. Товарищ капитан, я не балабол, я на вас заявление напишу, если вы этого не делаете. Давайте с вами будем на светлой стороне. Привет всем. Я приветствую всех подписчиков контролера Валька. Многие меня уже знают. Знают по отмене протокола, который мы разбомбили в УАТ. Знают по стримам, когда мы приезжали вот в этот магазин на Волгоградский проспект 18. Я недавно создал свой канал. Приглашаю вас подписаться. Чек возврата. А детское питание с чеком просроченное я подарил Вальку. У него сейчас есть весомый аргумент. Чек с детским питанием с этого магазина. Есть видеозапись, как это все находилось на полках и покупалось. Так, ну что, привет всем. Город Москва. Волгоградский проспект, дом 18. Магазин Перекресток. Дня 3-4 назад. Сегодня у нас какой? 3 мая, да? 2020 года. Дня 3-4 назад на меня здесь напали жестко. Охранница такая, бабища такая. Здравствуйте, на меня напали в магазине Перекресток. Волгоградский 18. Волгоградский 18. Волгоградский 18? Волгоградский 18, в районе 1. За то, что я купил колбасу, и ей показалось, что я не оплатил ее. К ней присоединился заместитель директора магазина. И тоже начал меня крутить, повалил на пол. У меня из карманов документы, вот так вывалились паспорт, документы, мобильники. Эта баба охранница пинать начала их. Но все это вы увидите на видео. Мужчины, успокойтесь, пожалуйста. Чем, а хочешь его взматривать? Собери связи. Сейчас, нет, это для следственной оперативной группы. Конечно! Реально, вот это так и лежало. Так и продается. Ну, возможно. Ладно. Сейчас, а здесь что написано? Да. До седьмого. Сейчас я одену перчаточки, пойду по магазину. Я хочу купить продукцию. Она свежая. Ну, может, у меня на морде написано, чтобы мне не продавали. Но сейчас все равно будем покупать идти. Пойдем, еще снимем. Рыбные. Но у меня есть хорошее. У меня есть плачки. Мне не хотят продать. Иди пробей ты. Может, тебе продадут пока? Мне не продали. Мне не продали. Отдай ему взял. А вон тут замдиректора. Не надо. Он всем говорит, чтобы нам ничего не продавали. Пойдем покупать. Сейчас на всех кассах будем. Пока нам не продадут. Сейчас так и будет. Сейчас на всех кассах будет каждый человек покупать. То, что вы продаете в магазине у себя. Еще сейчас наберем. Почему вы отказываетесь? Договор публичной оферты. Знаете такое? 426-я. То, что это лежит у вас на прилавке, предлагается потребителю на реализации. Запрещена реализация, не продажа. Факт реализации уже зафиксирован. Извините, пожалуйста, мы можем предложить вам альтернативный продукт. Я почему именно это? Именно это мы не можем вам продать. Потому что продукт данный испорчит. А я люблю испорчить. Но, к сожалению, мы не можем... Как так получилось, что оно лежит у вас на прилавке? Верните, пожалуйста, этот продукт потребителю. Сейчас верните, пожалуйста, этот продукт потребителю. Именно этот мы не можем вам продать. Потому что продукт испорчен. Вы кто? Представьтесь, пожалуйста. Я заместитель директор магазина. Я, к сожалению, не могу... Почему? Мы не можем вам продать данный продукт. Боитесь? Нет. За ваше здоровье боимся. А за моё здоровье не надо бояться. Нет, надо бояться. Подайте мне. Нет, я не знаю. Верните это потребителю. Он это первый нашел. Мы будем драться сейчас за эту рыбу. Я вам предлагаю купить... Я предлагаю вас посадить и уволить. Вызывай ментов. Вызывай охрану. Крутить сейчас будут кого-то. Нет. Нет. Я хотел... Нет. Вы меня отказываетесь. Да, взяты где-то. Вы что? Вы меня отказываетесь. Вы давайте обыдеваетесь. Нет. Пожалуйста, не надо. Давайте тогда я сам выберу, покажи. Нет. Мы не можем вам продать. Употребить его нельзя. Продать вы его тоже не можем. Альтернативный продукт. Я его хочу. Я именно его хочу. И я его съел. Нет, не надо, пожалуйста, этого делать. Не надо. Не надо будет делать. Что это? Ваше действие, если мы его вскроем и начнем употреблять, например. Что вы сделаете? Вскрывай. Это зачем? Есть желание попробовать. Добрый день. Чем? Как у него потом? А то, что директор, у меня есть товар и чеки. Мы вчера купили здесь просмотр. Я знаю. Включаю детское питание. И нам прекрасно пробили. И он есть до сих пор на полка же этого магазина. А почему? Что-то поменялось положение, что мы не продаем? Мы вчера купили у меня с собой товар, деньги, чеки. Что вы не продаете? В какой стадии? Ну, потому что... Нельзя продавать посрочно. Кто сказал, вы продаете, у меня есть чек. Это же перекресток. Тут постоянно так делают. У меня есть чек. Продажа подразумевается. Это когда товар стоит, вот, здесь предложение. Вон товар, вон цена. Вот это продажа. Он изъявил желание это привлезти. Он готов это купить. Я готов. У него есть деньги. Что это надо? Пожалуйста. У него есть цели кищения. Что вы делаете? Он открывает. Показывает, который я хочу снять. Пожалуйста, не надо это взять. Не надо ко мне прикасаться. А зачем вы его трогаете? Если человек идет, стоит в очереди на кассу и хочет попить в психолог. Ну, желаю ее оплатить. В этом нет нарушений? Нет, конечно. Ну, вот он желает оплатить. Молодой человек, пожалуйста, не ешьте данные. Он желает оплатить. А как нельзя оплатить? Как нельзя оплатить? А что, ты запрети? Ну, как нельзя сделать. Ну, вызывай, вызывай. Видишь, тут граждане хулиганят, кушают еду, не оплатив. Что ты говоришь, что он не слежал? Вызывай. Мусоров прям сразу вызывай, мусоров. Не полицейских, а прям мусоров. Так веселее будет. Желательно того, который. Давай, у нас как раз с собой детское питание с чехами. Уже продано. Сейчас сразу и оформим тебя. Зачем вы это делаете? Понял. Для того, чтобы смотивировать себя продать этот товар. Человек стоит в очереди, хочет купить. Можем, что он будет уплатить. Он готов все это компенсировать, у него есть деньги. Да. Без фантик готов купить. Я имею в собой подклад, хватает. Молодой человек, ведите себя достойно продать. Вы ведите себя достойно. Не продавайте людям просрок. Второй день подряд куча просрочки на полку. Продавите мне того? Почему? Потому что вы не дадите. Значит, я его вроде на полку покажу. Да. На что вам? Ты не мусорам звонил, да? Звони мусорам. Все? Смусорился? Эх ты. Тут в половины метров, почему нет между проходами, а? Посмотри, здесь указано минус 15 градусов. Открываем в холодильник, ставим педение. И тут указано, не больше, а минус 18 градусов хранить. В температуре не выше 18 градусов. А-а, это же так. А у меня, кстати, с собой трометр. Видишь? Не больше 15 даже. 11. Ровно минус 11. Дальше она греется. Вот даже вглубь стрельнем куда-нибудь туда. Вон, минус 8 на той пачке. Минус 9. Ну, минус 10 везде. Указано тут рыба, что должна храниться от 0 до минус 2. 10 градусов. 10 градусов. 10 градусов. Даже выше пошла. 8. Только вот один единственный мой сок, я его куплю. Вот он до 31-го. До 31-го. А все остальные до 21-го. Блин, реально, это даже не опечатка. Может, не просочите, потому что ему так не ехать. Знаешь, почему со скидкой можно сегодня карамель пососать? Да. Потому что она поломанная. Нет? Я такое не сосу. Я хочу вот этот. 14.43. Отсутствие маркировки на товаре. Куап. 300 тысяч штраф на предприятии. Ты же сказал, как его достал? Представляешь, сколько покупателей сегодня? А какая реклама потом будет на ютубе, на всех каналах? Научитесь свои чубики маркировать. Потому что за этот чубик, наверное, прилетит штрафельник. Да? А все это потому, что тогда вызвали у Росгвардию, когда у Валька был чек на колбасу. А конкретно этот же зам, да, был? Да? Да. А у него до сих пор чек с собой, специально принес. Продайте мне, пожалуйста, кальмара. Ну, а с ним что-то никак. Почему? Он не просроченный, продайте. Продавайте, он не просроченный. Ну, обоснуйте, почему нет. Ну, судя по замерам температуры... Вы его не замеряли? Ну, вашим замерам температуры. Может, у нас прибор не поверенный? Возможно. Ну, поэтому он не просроченный. Продавайте, он свежий. Почему? Ну, а что руководитель? Что руководитель? Это ваша работа, он мне мешает. Это не моя работа. Он испорчен, да? Вы не можете мне продать продукты, которые я пришел. Хорошо, вот это не испорчен. Он нормальной температурой. Вы свою работу не выполняете. Пусть по вот этой пробьют. Девушка, пробейте мне вот по этому, и я вот этот хочу купить. Нет. Почему вы не пробьете? Товар, который я взял с полки... Я пятый раз прихожу на кассу. Товар, который я взял с полки, мне отказываются пробивать. Что за хрень происходит? Я не хочу другой. Почему я должен бегать по залу, выбирать другие товары? Я должен взять то, что вот я взял и пробил. Не хочу. Я вот этот хочу. Я уже его начинаю лизать. Нет, я его сейчас буду лизать. Я хочу купить. Я стою в очереди. Почему не надо? Будешь сам потом долизывать? Конечно. Ну, потом долижешь. Я тебе оставлю. Это мой... Пожалуйста. Это товар, который я лично выбрал. Вы у меня его из рук вырываете. Я его держу. И прошу отдать. Товар, который я выбрал. Мы вам не будем гальзовывать данный товар. На здоровье отдайте мне товар, который я взял. Так вы сами не хотите ее работать. Вот вы рвете. Вот вы рвете упаковку. Отдайте. Я вам то же самое говорю. Пожалуйста, отдайте мне мой товар. Пожалуйста, отдайте товар. Аня. 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 Не разговаривай с ним. Смотри, вырвал. 23,81. Вырвал товар. Я готов прямо сейчас это оплатить. Продайте. Мы взяли это со стеллажей ваших, со ваших полок. Что беспредельно. То есть, то, что у вас тухляк стоит про срок. Селедка я вот нашел на 5 дней. Это не беспредел. Это нормально. Вызывайте полицию. Пишите заявление. Никто так не делает. Ментов вызвали на человека. Это не денег дать. Это не денег дать. Да, это самое. Сейчас предложу. Вот, вот. Вот, вот ваше старание и работа. Вот. Вот ваша работа. Я сегодня пришел до 28.04. Ну как это не факт? Посмотрите. Обязательно посмотрите. Посмотрите. Напишите заявление, если кто-то что-то с собой принес, не дай бог. Я принес, знаете что? Я принес с собой то, что я купил вчера. Вы можете зафиксировать, что в 80 сантиметров между сотрудниками я принес с собой то, что я купил вчера у вас в магазине. Вместе с чеками. Прилежи, лежи. Он обещал на камеру, что долежит потом. Конечно. Нашли. Что нашли? Кто вызывал? Граби своего сибиря. Что случилось? Мои люди, вот, в пляж, ходок, все, в таком, дали, там, в посадку. Что? Да, через пик. Я не понимаю. Какой продукт? Что-то покажи, иди, что употребляй. Ну, вот, отклили они, чебачок. Мы его не пройдем. Сейчас они на кассе дайдут. Мы стоим в очереди на кассе. Молодые люди стоят в очереди на кассе. На камеру сказали, что они изъявляют желание это все оплатить. У них с собой есть деньги. Показали вам, что 10 тысяч в кармане у человека. Он стоит просто в очереди. Вот я стоял в очереди, пил сок. Подошел и оплатил его. Заплатил за него, правильно? Вот тот человек стоит, в очереди, сказал, что он вам заплатил. Ну, готов заплатить. Деньги из рукава. И стоит в очереди. То есть вы же не отказываетесь заплатить? Нет, он стоит в очереди. Ну, в чем проблема? Я все не знаю. А что вы... Вы, кстати, сотрудник предприятия. Почему без маски? А что, маски не видите? Ну, она, по-моему, не так должна работать. А вы сейчас не видите? Маски не видите? Все зафиксировано. Спасибо. Вот. Они отказываются. Они взяли с полки. А когда именно с вырубили, я зашлили. Так вот, в скилили. Люди хотят оплатить. Ну, да. Он же на полке был не топор. Убили, справедливо. Он был нормальный. Скилили принесли, доказательный. Если бы на полке был такой испорченный, значит, это вот ваш. Давайте мы при вас оплатим. Да я не против. Слушайте, мне хотелось бы... Пусть пробьют, чтобы не было вопросов. Вот при вас прям. Пусть продадут. Пожалуйста, пожалуйста. Дай мне пятерку. Я сейчас все оплачу. Сейчас все это самое. Прям при вас давайте все оплачу. Что случилось? У вас не на витрине в таком состоянии был, правильно? Он испортился тогда, когда он его положил в корзину. Он, может быть, поцарапал. Он его стоит в очереди, да, вскрыл, посмотрел. Он говорит, я готов. Вот пять тысяч. Пошли. Я сейчас за все это заплачу при сотрудниках полиции. Кормяров? Я не вижу. За него заплачу. Это мой знакомый. Пошли. Пробивайте. При сотрудников. Я не буду пробивать. Почему? Ты вызвал полицию, потому что едят товар. Я тебе говорю, вот деньги. Пошли, дай чест. Вызывать же вот эти нас должны были, ребята. Получается, я сейчас напишу заявление, что ты мне отказываешься продать товар. Будут потом его осматривать. Ну ты же вызвал полицию. Давай, пробивай. Вот, я при полиции предлагаю тебе деньги. За товар. Пошли на кассу. Стоим в очереди. Вы видите? Не отходим от кассовых узлов. Товарищ капитан, стоим, не отходим. Даже по залу не ходят. Вот стоим вот и предлагаем обладать. Я считаю, что бред. Чет, по-моему, чуть-чуть не изменяем. Да, я тоже считаю, что вы не отказываетесь оплачивать. Так, мы сразу сказали. Другое дело, если бы вы отказывали. То, что он теперь смешанный, там, рыба с пиццей, но мы готовы. Вот, на меня. Нет, а вы сейчас смотрите, это ваша корзина. Может, это все что вы можете сделать? Пойдем, конечно, мы навалили там. Я могу вам пробить только альтернативный товар. А этот? Ну, наверное, такой же, только запечатанный. Ну, а почему? Так этот уже съели. Он сказал, что он долижит этот чупа-чуп сам под камеру. У меня есть видеозапись. Вот, я думаю, может быть, надо вызывать было не полицию, а к скорую? Я не знаю. Если я затрудняюсь, что надо было вызывать. Я, товарищи, понимаете, приведите заявление согласно 736 приказу Минской МВД. Ну, выходь. На, помогите мне в предоставлении возможности оплаты товара. Есть кодекс без средних поронарушений? Конечно, есть. Смотрите, 14.8, пункт 4 говорит, что не предоставление оплаты товара. Не предоставление возможности оплаты товара на кассе. Горзит штрафом 10 тысяч рублей. Я могу открыть сейчас Коап. Можете посмотреть. Если мне сейчас не предоставляют возможности оплаты, я пишу 14.8, пункт 4. То есть не предоставление возможности оплатить товар, который взял. Я понял. Можете написать заявление. Я с рыбой пришел на кассу. Пока, брат, просим, отходите. Отходите, я готов оплатить. Нет, мы же... Подождите. Через 5 минут он опять вызывает полицию. Мы его тоже заставить не можем. Чтобы... Ну, может быть, он просто нам не верит. Я сейчас пойду еще возьму. Я опять буду стоять на кассе. Он опять будет мне тереть, что я не продам тебе, а потом будет вызывать полицию. Что за бред? Пробейся. Пробивай товар. Вот, бабки. Хочешь еще десятку дам? Я вас не строю. Меня устраивает этот товар. Альтернатива. Не этот, кто ставит собрать. Я что-то не понимаю. Я тоже чуть не понимаю. Чем тебя не устраивает этот чупа-чупс? Я его... Да не хочет он другому. Хочешь вот это? Вот, человек его уже вязал. Вот, он стоял и вязал. Он хочет его купить. Он сделал у тебя стол. Я не понимаю. Рыба, смотри. Понимаешь? Он говорит, я уже сейчас понадкусываю, пусть хотя бы так продаст. Он ничего не продает. Причем, он был сыр уже лет 200. У нас крошек. Давай мы заплатим. Вообще нет никаких проблем. Мне кажется, что может заложенный вызов надо привлечь? Это уверенно. Это участковую помощь. Да, это не к нам. Так надо участкового что-то вызывать. Пусть заложенный вызов оформляют. Ребят, ну раз уже приехали, есть еще одно обращение. Они хотят оплатить. Нет, мы хотим оплатить, нам не хотят брать деньги. Продавать, да. И вызвали еще полицию, потому что они хотят нам продавать. Андрей Викторович, Андрей Викторович, расскажи про еще одно обращение. 238, вторая часть, пункт Б. А где у тебя чек? Дай мне чек, товар. Я думаю, все-таки участковую однажды. Мы хотим купить еду. Нам отказывают продавать ее на кассе. Вот, мы набрали карабину, хотим и приобрести. Товарищ капитан, я предлагаю вызвать все-таки участкового. Будет обращение и заявление. Нет, это не просрочено. Там рыба не просрочена. Смотрите, в чем ситуация. Вчера здесь человек приобрел детское питание. Да, но это же не просрочено. Это нормально. Вон, рыба. Рыба сегодня упакована. Какой она просрочена? Это нормально. Вот у меня просрочено. Чупа-чупс, какой он может быть просроченный? Ну, бред. Вчера, вчера... Он не просрочен. Нет, он не просрочен. Вот этот нет. Вот, вчера было приобретено детское питание, вчера было второе число, оно было до первого. Под камеру было найдено, пробито на кассе, есть чек оплаты. То есть человек будет писать заявление по поводу реализации именно детского питания, со стерзшим правом годности, нужно учить. И по поводу того, что... Мы просим сотрудников, чтобы они посодействовали нам отдать деньги предприятию. Мы не вызывали полицию. А ему-то что делать? Пробить. А его работа и заключается в том, чтобы оправдать. На Калитниковской знают уже эту проблему. Вы что, ребят, ну вы тоже, блин. В офисе это все знают. На пряде. Слушай, мы на них наезжали бы или еще что-то, другой разговор, а мы просим пробить нас, просто пробить товара. Сегодня у вас. Его ставят в такую ситуацию, что он должен будет делать полицию. А он, смотрите, вас ставит в такую ситуацию, что какой-нибудь человек вот в таких линзах пришел взял этот товар и траванулся им дома. Он это делает, понимаете? Кто? Кассир? Не кассир, вот человек ходит, он же старший здесь. Он не кассир. Это замдиректор. Это замдиректор, он здесь стоит. Мы не просим, говорим, позвони замдиректора, А он даже позвонить не хочет, что он, свидетели, думает, что он сам может эту проблему решить, что он время и он ее сам не решает. Я вас понял. В чем сможет? Поэтому мы же без претензий без лишних. Это реально беспредельно. В чем беспредельно? Давайте договоримся, давайте не пишите. Про законы не говорите. Вы же просто беспредельничали и не говорите про законы. Вы понимаете, нет, вы слышите что-нибудь? Говорите, умеете, умеете послушать. Не пишите заявление. Давайте без мусоров. Давайте договоримся. Давайте без мусоров. Я вам еще раз повторяю. Закон это люди. Если я отказался оплатить, возникли уже другие отношения. Я хочу купить. Я перед вами ничем не хочу. Я хочу это оплатить сейчас. Так как компания не может реализовать беспорчатый продукт, мы можем предложить альтернативный продукт. Это я. Я взял его. Вот он у вас стоит на витрине. Он же целый, да, готов к потреблению. Я его крю. На нем отсутствует макеронка. Нет. А как он оплопит тогда? Я его положил сюда, и она порвалась. Вы что, мне не можете ее продать? Вот у них такая логика. Пойми одну вещь, что мы отсюда не уйдем, пока не обладим. Мы хотим купить. Ну, пять суток срок годности. Проходите, проходите. Смотри, я готов его купить. Я тебе озвучил. Камера есть. Я готов его оплатить. Я у вас понял, я пошел на кассу. Ты мне продашь? Да. Продашь? Все, я готов купить. Я сейчас оплату. А с этим в чем проблем? Пойдем, я сейчас встану в очередь, я оплачу. Я не уйду сюда. Не копейки, мне не... Я же показал, вот, нормальный план. А почему тогда цель твоя? Просто понять нам, людям простым. Вот, вот. Человек стоит в очереди. Я его сейчас покупаю. Я не продал. Почему? Потому что, говорит, ты его скрыл. Я вот и... Скажи, ты не можешь продеть, что ли? Вот он может продеть. Если мы сейчас просто отсюда уйдем и товарищ полицейский поспособствует, чтобы магазин не привлечен был к ответственности, то мы привлечем товарища полицейского к ответственности. Ну, тут дежурного, который там сидит. Тут работа на пять минут, ну честно. А штрафов здесь на сумму сотни тысяч для предприятия. Тем более, что достаточно будет для этого ваших фотографий. Не достаточно будет. Я не первый раз общаюсь с Роспотребнадзором. Предлагаю, кто будет с вас завелить, кстати, вы проедете с нами в отдел, и там дежурная часть будем с ней разбираться. Ребята, побудьте здесь, я съезжу в отдел с видеокамерой, с Аликсом. Сейчас, через пять минут, будет здесь участковый, когда я приеду в отдел. А почему? Какой обезьянник? Ты о чем говоришь? О чем ты говоришь? Поедем? Вон в Томерс. Я попробую по столу. То есть вам дежурный? Да. Или участковый? Я дежурный. Сказал, что оформлять это не будем. Нет, он сказал, что заявление... Ну, заявление-то любой гражданин может написать, что я встретил Петра Первого на улице. Это же понятно. Ну, это да. Ну. Вот такой. Я действую по указанию дежурного. Ну, дежурный сам на себя готов будет сейчас заявление принять за бездействие? Это я. Тогда я иду в райотдел. Да, да, я же вам говорю. А вы постоянно сейчас... И мы едем с камерами. Ну, это уже там... А это уже мне все равно. Нет, это уже там... Нет. Сейчас под камеру дежурный скажешь, что он... Вы должны поехать в отдел. Конечно, тем более он вызывал, заявитель. Забирайте его, иначе 19-3 если откажется. Давайте... Давайте... А это ты вызвал? Едем все в отдел. Сейчас тебя на 15 суток упакуем, если не поедешь. Дурик, верни колбасу. Все, все. Очень приятно здесь. Все для граждан. И мне, честно, нравится. Это очень хорошо. Еще здесь есть банкомат. Банкомат, где можно сразу обнал сделать, если надо. Просто все отлично. Все вот как... Мне нравится. Все для граждан. Лайк. Лайк. Лайк 100%. Было написано сейчас заявлением у дежурной части Таганского отдела полиции для привлечения предприятия к административной ответственности по поводу выявления на полках некачественных продуктов питания, а также реализации детского питания, которое было продано вчера. Тут написаны все ссылки на кодекс административных кровонарушений. Все, что мы выявили. Товары без маркировки, товары с истекшим сроком годности и так далее. Я попросил, что нужно сейчас отреагировать. Целью недопущения уничтожения улик, изъять данный товар или оставить написанное хранение. Объяснение я готов дать позже. Девушка, товарищ, пока старший лейтенант. Стоим в очереди на кассе, показываем деньги. Мы готовы купить. Нам отказывают купить. Мы начали надрывать упаковки, естественно, для того, чтобы все-таки они продали. Мы готовы. Они потом рассказывают, что у нас на полках... Ну, вон, ребята, приехали, говорят, что у вас на полках куча говна стоит. Куча, ну, блин. Тут работы вам реально на пять минут, мы вам поможем. Да я писать не буду, я не имею права. Какие? Осмотры не можете сделать? Осмотры не могу. А кто может делать? Давайте нам, кто может. Давайте нам, кто может. Нет, вы пишете заявление, потом с вами свяжется человек, кто будет исполнять его. Я понял. Куда сейчас денется этот товар? Перепишите. Куда? А товар куда денется? А зачем? Он зафиксировал. Кем зафиксировал? Ваши видео записи. И что? Он все пойдет на распаковку. Отлично. И ничего не будет? То есть вы отказываетесь оформлять, да? Я вам не отказываюсь. Вы объяснение напишите. То есть 879 приказ министра МВД Колокольцева о взаимодействии. Там буду на месте. Пойдем туда, там напишите. Вы не поедете? Не поедете. Вы не поедете. Присаживайте объяснение, пишите. Вы не поедете. Я вам кто будет писать объяснение? Я буду писать там на месте. Я не помню все это ваше перечислить там. Вы потом думаете. Со сроками. То есть вы не будете оформлять данный магазин? Ну, не будете исполнить приказ 879 министра МВД? Да, я не помню, да. Там, где написано, что участковый, следователь и дознаватель производят осмотры, оставляют на адрес и на хранение до приезда Роспотребнадзора. То есть вы отказываетесь это делать? Да, у нас не отказывается. А можно воспользоваться моим правом законным? Есть такой, статья 5, пункт 4, закон о полиции. Узнать ваши, чтобы на кого потом написать заявление без действия. А то мы так как-то не представились даже друг другу. Да вы мне покажите сюда. Что потом, если можно, товар пропадет, магазин будет не привлечен. Капитан Борисов Артем Анатольевич. Все, больше ничего не надо, дело я знаю. Если магазин не получится привлечь, чтобы мне знать, на кого написать заявление о бездействии и невыполнение приказа министра МВД. А вы получаете внеститель, да? Это остальничество? Там на 10 минут. Я могу там написать, я не помню товары. Вот тут я написал заявление, прошу обратить внимание. Я прошу отреагировать с целью недопущения уничтожения улик по факту администрации правонарушения. То есть эти товары необходимо описать. Если вы это отказываете сейчас делать, ну мы этого не делаем. В принципе, можете уже начинать принимать заявление на себя сами, имею право. Товарищ капитан, я не балабол, я на вас за хи не напишу, если вы этого не сделаете. Сразу в Следственный комитет. Если вы не отреагируете, не опишите. Или другой кто-то. Давайте с вами будем на светлой стороне. А все так хорошо начиналось. Кофе-машина, банкомат. А тут вот так вот. Значит, приобретено у вас чеком, ребят, сюда, с чеком детское питание, которое я указал в заявлении. Это я отдаю мне, я не буду делать возврат. Я укажу сейчас в объяснении, что я добровольно передаю. Ну, без возврата. Вот, теперь дальше. Вот это вот 1443 КУАП. Я укажу сейчас, что почти у нас с отсутствием маркировки. Под камеру это он признался, что маркировки нету. Это в районе 300 тысяч штраф. То есть, ну, нету маркировки, видите? Вот, мы сняли с кассы. Остальной весь товар, значит, чего вы сделали? Ну, утроженный вес вот этот. Да. Рыба вот эта просроченная. Сейчас, одну секундочку. Поэтому изымать это не надо. Это надо на ответственное хранение им оставить. Там есть селедка, там есть все. Ну, что копаться? Там селедка на 6 дней просроченная. Вот эта вот на 3 дня просроченная и так далее. Пойдемте мне на... Это быстро описать. Я сейчас вот это сделаю. А там, ребят, только единственное, не мешаем. Быстренько он напишет. Понятые, любые могут вот быть. Давайте, наверное, туда походим. Там твой рюкзак уезжает. Ты один можешь посовку, по сути, идти. Да. И напишите, что товар получил. Еду. Все. Забирайте. Ну, это Волгоградский проспект. Полосмотра была написана расписка на ответственном хранении. По-моему, у кого-то пердачок задымил. И кто-то будет привлечен к административной ответственности. Очень жестко. А там перечислили всем коапы. Что будет, как будет и почем. Прокомментируй, как раз. Как всегда, приехал. В общем, у нас 10 человек был. Ну, конечно, нас пугали. Тоже никто не крутил. Но за ДМ пытался у меня тележку выхватить. С моим товаром, который я выбрал на полках. Он взял, понес. Нагло так. Пришлось силой вырывать. Ну, все это вы тоже увидите на моем канале. Ну, в общем, боржи здесь. Надо приезжать. Обязательно приезжать сюда. Еще с каратным рейдом. Субтитры сделал DimaTorzok